Андрей Андреевич, вы когда говорили о том, что Путина перестали бояться, вспоминали Такаева, но вспоминали и Александра Григорьевича Лукашенко. А что вы имеете в виду, когда говорите, что там не все прочитали сигналы, которые были посланы на этой встрече в Петербурге? Ну, вообще, если быть абсолютно честными, первым-то его 500 боятся, Александр Григорьевич, еще до жизни Путина. Он не Ельцин, но ему удалось невероятно. Он 30 лет их вводил за нос российских президентов, каждый год приезжая, подписывая какое-то новое соглашение об окончательном всеобъемлющем объединении. Но никогда он не соглашался на должность Минского секретаря обкома, никогда. И Путин это, конечно, бесило. Вот он вызвал его в Ставку, по-моему, это позавчера вечером было, да? И он требовал от него двух вещей. По двум вопросам протаскивал. Ну, первое. Многие считают, что вот он с ним договаривался, как Суваловский коридор создавать. Прорваться из Белоруссии в Литву. Уверяю вас, нет. Он понимает, чем это щеревать или Литву трогать. Так военным способом не будет. Потому что немедленно включается статья 5. И уже никакие там Салливаны не удержат дедушку Байдена от принятия соответствующих решений. А второе. Ну, я не знаю, у вас обращали внимание на этот бред? Но в Москве он активно обсуждается. Любимый проект Путина ему вот Кириенко принес. Он сейчас с ним носится. О триединном государстве. Вы слышали что-нибудь, наверное? Ну, да. Единственный момент тогда, получается, чтобы его создать, нужно победить Украину военным путем. А на этот вопрос у Мудрого Кириенко в девичестве Израителя есть очень хитрый ответ. Привозится Янукович. Я не знаю, где-то он... Они уже пробовали это сделать? Они же его привозили в Подкиевскую область, когда армия была под Киевом российской. Ещё раз привезут, с ним у него будет. Привозятся, говорят, на оккупированные территории. Уже, так сказать, концепция меняется. Уже не независимая республика, рвущаяся в России, а вот всё это. Ордо, Крым, Херсон. Это Украина. Это суверенная территория Украины, на которой возвращается законно избранный президент Украины, устранённый незаконным военным переворотом. После этого символично в этом же самом Вискулях или как там в Беловеже собираются опять три президента трёх славянских государств. Только не Ельцин, Кравчук и Жушкевич, а на этот раз Лукашенко, Путин и Янукович. И создают три единое общее государство. Тут ведь ещё какой связан с Лукашенко задний приёмчик. Ну, безумие с планом Януковича же очевидно для украинского общества, это уже никак не сработает. Но под это три единства они рассчитывают. Легче будет втащить туда Лукашенко. А потом, когда Янукович в своей независимой Украине отпадёт, а Лукашенко будет уже в том капкане, который он 30 лет так удачно избегал. Вот и это ему пытался впарить Путин, но не очень удачно. Ну вот я не ручаюсь, но насколько я знаю этих людей, я верю в такую инсайт, который из двух или трёх источников я получил. Ну, Путин его пытался и на то, и на другое. Наконец он взорвался, ему надоело, он выскочил из зала, Путин, бросив громко так, чтобы Лукашенко слышал. Ну, кто-нибудь объяснит этому гандону, что он хрен отсюда уедет живым. И после этого переговора прервались на несколько часов, а потом они возобновились и стороны пришли, ну, такому, всё-таки, Лукашенко запетляв всё-таки, ограничивался, ну, совершенно ничему не обязывающим спектаклем. Лукашенко попросил Путина предоставить ему ядерное оружие, и Путин ему это ядерное оружие предоставил. Вот это, так сказать, было неким компромиссом. Всё, что Путин мог, выжить. А он хотел из этого старого гандона, как он сказал, выжить и направить войска в Украину и сказать добро на создание триединого государства. Ну, вот всё это, да, вот эти же факты истерии и бешенства, их сколько угодно. А это же палача Сирии, мясника Алепп, выгнали же Дворникова, уволен Дворников, уволен какой-то Сердюков. Боже мой, когда я смог... Откуда такая популяция? Вот посмотрите, мы же не видели никогда рожи русских генералов, а теперь мы видим Горулёв такой, Шаманов, вот Дворников, Сердюков. Одна и та же Харе. Это чудо лицо. Тупой или решительный? Абсолютно тупой, с тяжелейшим аркоголизмом, написанным на лице. Абсолютно законченная тупая скотина. Вот такой уровень руководителя. Это вот за путинские годы, видимо, отбор такой был. Только так. И вот оно сейчас притасовывает, как Гитлер в бункере, и как Сталин в первые месяцы. Великой Отечественной войны, но ни Жукова, ни Рокоссовского он так и не нашёл. Но всё равно смешно, как они всё-таки пытаются встать на цыпочки. Вот голос Левитана мы всё с детства, там, из фильмов помним. Войска Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского. Вот сейчас этот идиот Коношенко, потрясающий тоже, и вот в ту же... Генерал-лейтенант. Да, так заработал. Войска в Севердонецк взят доблестными войсками под руководством генерала Суворикина. Вот он нашёл какого-то Жукова себе Суворикина. Ну, как бы он не попал в Суворикин под раздачу. Сколько там у вас уже генералов? Ну, пятерых вроде бы мы угомонили. Вот они что-то... Очень они носятся с победоносным генералом Суворикиным сейчас, да. Ну, в общем, вот все признаки вот этого истерического поведения Путина. Ну, и ясно, что если уже Путин это понял, это понято и всем окружением. Ну, действительно, у людей Киев они не взяли и никогда не возьмут. Запад определился с жёсткой позицией. Никаких уже попыток заставлять Украину подписать невыгодное сохранение не будет. И весь шантаж с ядерным оружием провалился. Никто этого не боится. Ну, понимаете, после того, что он совершил в Украине, ну, степень ненависти к нему и решимости бороться до последнего русского куванта увеличить невозможно. Ну, предположим, он совершит чудовищное преступление, уничтожит город Львов ядерным зарядом. Ну, это ничего не изменит в войне. Но, кстати, есть ещё, сейчас я распакую ещё львовян, есть ещё другое обстоятельство. Ну, во-первых, почему я могу достаточно твёрдо утверждать, что он не будет использовать тактическое ядерное оружие, хотя он 15-летним грозился и очень эффективно грозился под эту угрозу и на политические штубки ему делали. Ну, во-первых, сейчас уже это не изменит ничего в ходе войны. И, во-вторых, вот люди забывают такое обстоятельство. Я однажды говорил, но это в отношении стратегического ядерного оружия. Вот, чтобы запустить, скажем, свой любимый какой-то сармат, абсолютно ненужный, избыточный, на Вашингтон и уничтожить, значит, Вашингтон, и вместе с ним и всю Россию, и всё человечество, наверное, нужно в этом действии участвовать около, я говорю, что это маловероятно, нужно десяток человек примерно вовлечён, говнокомандующий, потом по положению министра обороны и начальника генерального штаба должны дать свои согласия, это военно-политическое решение, потом в реализации там, ну, несколько ступеней до человека, который либо в подлодке сидит и должен назначить кнопку, либо в шахте, живой человек, он сидит при этой ракете или в подлодке шахт, там, когда по цепочке, там, 10 человек к нему дойдёт, он нажимает кнопку. С тактическим гораздо хуже, никто рядом с тактическими зарядами не сидит, но это элементарная, элементарная пересторожность, иначе любой там генерал вот с такой харей, как там «Не приведи Господь» у Гурулёва или Сердюкова, мог бы нажать на какую-нибудь кнопку, они все хранятся в 12-м главном управлении Министерства обороны. Для того, чтобы нанести тактический удар, нужно участие нескольких десятков людей. Это первый звонок после одобрения тройки должно быть в это 12-е ГУ, оттуда должна быть транспортировка этого устройства, что там авиабомбы или головки ракеты, оно же тоже проходит через начальника рода войск, в которых находится и так далее. В общем, и все эти 20 минимум человек или 30 должны быть одинаково сумасшедшие. Никому не должно прийти в голову мысли, а зачем мы это делаем? Только для того, чтобы один безумный старичок остался у власти. Это очень маловероятно. Ну, кроме того, что это абсолютно бессмысленно с военной точки зрения. То есть приведение... Да, самое главное, я не сказал. Американцы же все время говорят одну и ту же стандартную фразу. Мы внимательно наблюдаем за передвижением их ядерных зарядов. Пока нет никаких действий. То есть вот это передвижение, в отличие от того, шахты и подводки, это передвижение, оно будет в прямом эфире транслироваться по ЦНН. Они просто будут докладывать. Вот вчера, значит, Путин позвонил в ГУ и потребовал заряд перенести туда. Это же... Вот мы будем жить в атмосфере вот этого безумного фильма. МИА-2 должно это занять. Как по приказу Путина, тактический заряд переводится со складов генштаба, Министерства обороны, на какую-нибудь ракету, расположенную там под Курском или под Белгрен. И весь мир это обсуждает. И китайские товарищи тоже это обсуждают. И весь мир кричит товарищу себе, останови этого мудака. В общем, это очень маловероятный процесс использования Путина тактической елены. А угроза работала прекрасно, а уже больше не работает. Да, прекрасно вы сформулировали в части останови этого мудака, товарищ Си. Но я, Андрей Андреевич, хотел вас поправить все-таки. Простите за наглость. В этом ваша обязанность ведущего. Лукашенко не просил ядерное оружие. Они же договорились, что они якобы переоборудуют носители, то есть Су-25, под то, чтобы запускать ядерное оружие и передадут им Искандеры, которые... Ну, понятно. Я же все это... Ну, что вы меня совсем не уважаете. Нет, ну то есть они же не передали. Так это же очень важно. Нет, конечно. Нет, конечно. Это такие же понты, как все это... Для Путина это понт опять перед Западом. У меня вот ядерная елда, вот я вот ей сейчас вынуждену и Махарвей. А для Лукашенко это понт перед Путиным. Смотрите, как далеко я готов пойти ради вас, Владимир Владимирович. Так вот, я готов, чтобы вы в моем... У меня в рот эту елду ядерную. Путиным. 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 Продолжение следует...